всем привет всем здорова к сожалению потек чайник у меня не хотел я его менять и поэтому сейчас будет обзор нового чайника купил я новенький чайничек ну и заодно расскажу про старый и про все вообще старые чайники у меня было уже пока я живу сам по себе да вот мы селье живем уже было три чайника каждый раз я хотел брать какой-то хороший такой надежный чайник я ни разу не брал скарлет какой-нибудь там или еще чего-нибудь супру не брал ни разу все время брал кефаль был предыдущий вот этот который сейчас идет мусорку это бош а перед ним не помню какой он тоже был какой-то более-менее такой надежный якобы кефаль вообще был такой железный с регулятором температуры и этот регулятор его изгубил из-за того что он ну короче не стал не греть до конца просто догревал до какой-то до 60 до 70 градусов и все издыхал предыдущий чайник был бош вот кстати я купил брау только что съездил его забрал предыдущий был бош тоже брал я по-моему его еще дороже взял чем вот этот сейчас то есть примерно за 2 400 мы взяли его года два а то и два с половиной назад такой он после того как мы до этого брали кефаль железный с регулятором температуры я хотел взять надежную фирму но без всяких выкрутаться что называется поэтому взял обычный пластмассовый бош но фуфло-фуфлом по сути потому что несмотря на то что до сих пор работает он сейчас течет вот здесь вот у него вытекает вода сейчас есть и не течет но когда набираешь воду он сразу же начинает начинает протекать ну и сами понимаете когда чайник работает здесь по моему 2 200 киловатт мощность его или 2000 киловатт мощность может дернуть током просто-напросто это лужа поэтому электрическая безопасность превыше всего кроме того он очень быстро засирается накипью вот посмотрите там накид внутри и я уже носил его хотел по гарантии сдать у него год гарантии был и прошлой зимой получается три года получается нет два года получается у меня два с половиной года примерно прошлой зимой я его носил по гарантии запроса помнишь носил и гарантия должна была вот-вот закончится вот я носил его обратного видео но перед тем как отнести я его почистил от накипи и он снова заработал короче у них там мы пришли он заработал они горят нонки просто от накипи перестает работать то есть он выключается тоже раньше вот и поэтому после этого мы регулярно чистили его от накипи ну ну все равно короче фигня фигней и почему же я взял браун вот именно такой чайник браун уже больше десяти лет есть у родителей моей жены он пережил все наши чайники он тогда уже был весь в накипи весь убитый весь измочаленный жизнью но он до сих пор круто работает пережил все наши три наших новых чайника и поэтому я решил взять его вот ну именно такой же надежный единственное это более совершенная модель мультиквик 5 он отличается тем что здесь вот сразу давайте я пока ехал читал читал упаковочку взял я его за 2199 рублей в техно пойнете там то ли супер акция то ли супер цена все его знает но везде он стоит в юморке вообще больше 3000 стоит в основе сделан 2 600 2 700 2 900 а тут он 2 199 я поехал сразу взял 3000 ватт то есть обычно 2 200 идет 2 2 400 по моему здесь у этого боша то есть он быстрее всего больше ну и всякие такие якобы преимущества которые в принципе сейчас есть во всех чайниках самое главное что он простой надежный сделан в чехии ну и распаковочка посмотрим как он там и два года гарантии примеру этого больше было год гарантия а у этого два года больше работал все два года всего два года проработал и сдох а у этого только одна гарантия два года а я говорю что у тести он работает уже 10 лет и прекрасно ну здесь стандартная подставочка у нас есть еще и не за не очень удобная коробка как-то тут все это доставать одной рукой я думаю мне будет неудобно так здесь гарантийные талоны кстати сразу вам покажу что чек я его взял техно пойнте два года гарантии вот спасибо за покупку ответе 2192 199 только что я съездил его приобрел вот ну ладно уберем гарантийный талон сейчас мы попытаемся вытащить сам чайник как-нибудь давай вытаскивайся блин одной рукой вообще я вам скажу неудобно чайники распаковывать но все-таки получилось так ничего там больше нету здесь еще какая-то книжечка на арабском ну так понимаю здесь multi quick 5 multi quick 3 они различаются чисто мощностью я взял тот который мощнее тут который был на самом деле по акции тут я и взял вот тоже какой-то какой-то талончик ну и сам чайник никакого там конечно супер дизайна я не ожидаю а он мне и не нужен после того как у меня был tefal железный с регулятор с регулятором температуры он прямо такой классный был по дизайну но проработал совсем недолго сейчас мы вытащим зачем-то еще два пакета вот этих вот здесь вполне одного хватило бы но кстати он такой довольно тяжелый вот относительно вот это с водой может быть весит примерно столько же сколько вот это вот но это конечно более стильный если честно он мне гораздо больше по стилю нравится 1 и 7 литра здесь у нас что тоже 1 и 7 литра так это включение так ну тут все стандартно стандартная донышко стандартная вот этого штучка снимается до сюда принципе как и везде и мне мне каких-то наворотов и не нужно самое главное чтобы он мощно и быстро грел мощно быстро грел было понятно сколько там воды в принципе тут будет понятно я думаю что он зажигается когда его включаешь человек включил чек выключил сейчас уж включать не буду потому что это вот эту штучку подключить но тут все стандартно вот этого у этого bosch вот один в один посмотрите все прямо один в один решение это одни и те же только единственность где этот был сделан тоже сделал в чехии блин как бы не на одном заводе они бы оба сделаны потому что это тоже сделан в чехии сделано в чехии ну я очень надеюсь что не одними и теми же руками прямо прямо потому что хотел bosch перевернуть будет весело если это один завод штампует штампует чайнички для разных контор вот такие пироги вот такой чайник две тысячи сто девяносто девять рублей будет видно конечно вполне возможно что у родителей моей жены вот такой же вот такой же чайник браун просто-напросто сделан в германии поэтому он служит им 10 лет а то еще больше ну посмотрим я надеюсь что вот это все таки надежный и качественный он один из самых популярных в яндекс маркете такая фигня ладно все давайте всем пока такой обзор на чайничек ну вот я только что его испытал 1.7 налил вот так он включается загорается все все он только что вскипел вскипел у меня за пять минут то есть в девятнадцать восемнадцать пятьдесят семь я поставил и в 1902 он выключился за пять минут он набирает ну скипает полностью вот эта вся штука 3000 ватт мощность у него название всего и что даже и